всем привет совсем недавно я сделал батарейку из простого карандаша а точнее из его стержня но то был просто эксперимент а такую батарейку наверное можно использовать как-нибудь иначе я вот к примеру сделал светящуюся ручку это даже не просто развлечение а такой своеобразный фонарик с помощью которого можно освещать то что вы пишете на бумаге давайте расскажу как я это сделал у себя в кладовке я нашел пачку простых карандашей это обыкновенные карандашики я выбрал синего цвета но на самом деле он с простым грифелем и аккуратно ножом его вскрыл на самом деле можно было вскрыть немножко проще но для наглядности эксперимента и чтобы вы поняли что я произвожу я скрывал его именно таким вот ножом будьте осторожны острым ножом можно пораниться берегите свои пальцы после того как вы сделали надрезы с двух сторон расщепите карандаш дальше будет проще вы можете просто руками этот карандаш разобрать на две или несколько частей постарайтесь сделать это аккуратно так чтобы не слишком сильно изломать грифель но даже если вы его изломаете на части это не беда дело в том что делать маленькие батареечки из грифеля карандаша мы будем из небольших кусочков после того как я расщепил карандаш я также ножом аккуратненько вырезал самую длинную часть грифеля она мне еще пригодится для экспериментов карандаш был склеен настолько плотно что часть дерева осталась на грифеле мне пришлось тем же ножом зачистить грифель от остатков древесины конечно карандаш я привел в полную негодность но зато добыл вот такой вот очень красивый стерженек обычный карандаш обычный стержень но в итоге у меня получилось несколько симпатичных кусочков почти равной длины вы можете не заморачиваться об их размерах дело в том что эти батарейки будут не заводского типа чтобы батарея работала мне нужен активный металл в качестве активного металла я буду использовать обыкновенную фольгу это может быть как фантик от конфет так и алюминиевая фольга которая используется у вас на кухне с помощью ножниц я вырезаю из бумаги и из фольги небольшие квадратики размер этих квадратиков должен соответствовать размеру наших грифелей можете особо не заморачиваться плюс минус миллиметр в нашем случае не критично батарейка у нас все равно получится и так после того как я измерил бумагу вырезал из фольги и бумаги вот такие вот небольшие квадраты можно приступать к созданию батарейки с помощью ножниц я разделю квадраты на две части на самом деле я приготовил четыре батарейки но показываю я только на примере двух ничего страшного я думаю приуменив фантазию вы поймете что все делается аналогично после того как наши заготовки готовы можно приступать к созданию батарейки но для окисления фольги нам потребуется кислота это тот самый секретный ингредиент без которого не будет работать ни одна батарея я использовал лимонную кислоту в смеси с крахмалом можно использовать муку можно еще что-нибудь но я воспользовался кислым киселем и теперь с помощью кисточки я аккуратно промочу насквозь мои вырезанные кусочки бумаги пропитываете как можно сильнее дело в том что запас крахмала с кислотой как раз и обеспечит вам долгую или недолгую работу батареи после того как мы замочили всю бумагу в кислоте будем крутить роллы а точнее мы будем наворачивать кислую бумагу на маленькие кусочки грифелей скручивать это может быть сложно может быть просто кому как для меня это сущий пустяк после того как я замотал грифель в бумагу я сверху наматываю фольгу в процессе намотки можете лишний раз намочить в кислоте бумажечку чтобы она была более гибкой и хорошо приняла форму нашего стерженька сделайте это аккуратно так чтобы лишняя кислота не попадала на вот этот маленький кусочек грифеля который торчит снаружи это будет плюс батарейки но вот и все пара батареек из простого карандаша уже готовы а еще две есть у меня в запасе любой опыт должен заканчиваться тем что мы проверяем что же у нас получилось итак с помощью тестера я буду проверять напряжение на выводах моей батареечки маленькая батареечка слева выдает 0 62 вольта то есть больше половины вольта правая батареечка от чего-то дала немножко меньше 0 55 сколько напряжение выдадут две батареечки соединенные последовательно конечно до полутора вольт я не дотянул но для двух маленьких батареечек этого вполне достаточно учтите что у меня их будет использоваться целых 4 итак батарейки готовы и они так настолько малы что их можно засунуть обратно в карандаш давайте немножко пофантазируем что можно сделать если запихать гриф или обратно в простой или цветной карандаш к примеру можно к такому карандашу присоединить диоды старых цветных диодов у меня полно можно использовать красные зеленые белые можно использовать даже моргающие посмотрите какая забавная игрушка может получиться диод на кончике карандаша будет вполне себе смотреться неплохо а к тому же он может светиться но один из моих подписчиков обвинил меня в издевательстве над карандашами и я пока не буду делать такой опыт зато я решил сделать светящуюся ручку представьте как будет здорово если прозрачный корпус шариковые ручки вдруг начнет вспыхивать разными цветами мои маленькие батареечки в него вполне войдут хоть четыре хоть три так давайте попробуем это сделать ведь ручку разобрать совсем не так уж сложно в качестве корпуса для батареек я буду использовать соломинку для коктейлей мои батареечки входят в эту соломиночку настолько свободно что я наверное намотаю на них еще немножко больше фольги чтобы увеличить их мощность тогда ток возникающий при химическом окислении фольги будет немножко больше и мой диод будет светиться более более ярко и так я собираюсь сделать вот такую сборку итак приступим к созданию светящейся ручки я разбираю ее на запчасти вынимаю заглушки снимаю колпачки и достаю стержень он мне пока не понадобится хотя я собираюсь сделать ручку которая будет писать я проверяю на возможно ли засунуть светодиод вместе с батарейками в корпус ручки это вполне возможно и и теперь я собираюсь разместить вместо пастового стержня а точнее его части три таких самодельных батареечки я их буду помещать в пластиковую трубку чтобы они удобно стояли и не замкнули друг друга я отмеряю нужное расстояние на коктейльной трубочке и отрезаю ее после небольшой возни с проводами и батарейками моя светящаяся ручка готова и теперь эта ручка с батарейками из карандаша может не только писать заметьте я ее не испортил она вполне осталась функционально но еще эта ручка может светиться всеми цветами радуги ну а точнее двумя я вставил двухцветный светодиод для наглядности потому что он хорошо виден на камеру и так нажав кнопочку с проводами эту кнопочку я сделал из фольги и проволочки хотя можно было сделать кнопочку и посолидней но я делал так чтобы вы могли повторить этот эксперимент поэтому я использовал обыкновенную проволоку и кусочек фольги ручка светится моргает если поставить вместо моргающего светодиода яркий белый то эта ручка станет фонарем и может освещать в темноте если даже не дорогу то хотя бы то что вы будете писать на белой бумаге но вот такая полезная вещь на этом месте можно кричать сделай себе эту шикарную самоделку кнопочку которую я вам показываю вы можете заменить чем-нибудь другим я использовал просто проволочку не правда ли забавная получилась штука кнопочку вы можете сделать по своему усмотрению я сделал все так чтобы вы могли сделать это дома самостоятельно либо со своими детьми ручка светится пишет надев колпачок она вполне остается функциональной словами сверхъplantы на шишки и заводная вот если Продолжение следует... Продолжение следует...